это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня без мобилизации но с мыслями о победе больше четырех часов президент россии владимир путин отвечал на вопросы граждан страны вот она есть а теперь ее нет сотрудники россельхознадзора нашли таки фантомное производство выхожу на цель в рязани провели сбор снайперов росгвардии четыре часа четыре минуты длилась ежегодная большая пресс-конференция владимира путина за это время президент россии ответил на 67 вопросов основные темы проведения слоу поддержка сельского хозяйства да и в целом экономическая безопасность страны были впрочем и заявления новостной повестки укрепление суверенитета для россии жизненная необходимость это касается и вопросов безопасности и экономической самостоятельности но конечно проведение специальной военной операции сегодня тема номер один главный вопрос ответ на который жители хотели получить непосредственно от владимира путина будет ли вторая волна мобилизации президент ответил исходя из сегодняшнего дня мы начали достаточно широкую кампанию по по привлечению людей на добровольной основе к заключению от контрактов с вооруженными силы на и да и планировали концу года набрать по моему 412 400 тысяч небольшим вот на вчерашний вечер мне доложили набрано четыреста восемьдесят шесть тысяч и поток наших мужчин которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках не сокращается полторы тысячи ежедневно по всей стране так что вместе с добровольцами просто это условное деление контракт подписывать на два на три года так называемые добровольцы хотя все по сути герои и войны отечества но у них просто там на год на более короткий срок но все все вместе будет под полмиллиона человек вот до конца текущего года зачем нам мобилизации поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет вопрос инфляции и роста тарифов в сфере жкх то что волнует сегодня людей в регионах индексация пенсии в следующем году будет на семь с половиной процентов тогда как тарифы вырастут на 9-14 процентов не забывайте про предыдущее повышение ответил президент общая сумма увеличения пенсии составит 23 процента остальные цифры владимир путин тоже разложил по полочкам действовать правила в соответствии с законом согласно которому если расходы семьи на на уплату жкх превышают 22 процента то семья имеет право на получение субсидий и сотни тысяч людей воспользовались этой возможности в в прошлом году 22 но и в этом на самом деле тоже самое в некоторых регионах этот порог еще меньше не 22 процента а если семья тратит там 15 не знаю 20 процентов уже положено субсидии но но повторяю еще раз посмотрим что конкретно какое соотношение этих параметров на в новосибирской области это обязательно обязательно сделаю обещаю а вот разве это правильно что за примитивную услугу оплаты услуг жкх нужно еще платить комиссию банку много таких вопросов это неправильно особенно если это касается пенсионеров и вот решение только что принято комиссия уплачиваться пенсионерами не будет главный вопрос сфере здравоохранения кадровый впрочем врачей не хватает сегодня по всей стране для молодых специалистов и так есть льготы и подъемные тем не менее суммы увеличат по поводу создания дополнительных стимулов если заработная плата конкурентоспособна как вот доктор сказал то вот что нужно что шум брат шум брат это мордовский значит здрасте да я сейчас сейчас отвечу вот значит что нужно сделать нужно на может быть так же как на дальнем востоке тоже повысить повысить первоначальные подъемные для земского доктора для докторов до двух миллионов рублей а для фельдшеров до миллиона рублей это будет окажется хорошим стимулом и обязательно с правительством это проговорю бюджет принят но тем не менее мы можем подумать и сформулировать эти решения на на самую ближайшую перспективу на вопросы из блица владимир путин ответил искренне возле себя он держит томик лермонтова хотя читать будет уголовный кодекс в сфере искусственного интеллекта стране нужно стать лидером а главный совет подрастающему поколению беречь честь смолоду за ответами президента на вопросы жителей страны сегодня внимательно наблюдал губернатор павел молков напомню на заседании правительства он призвал руководителей всех ведомств и администрации муниципалитетов незамедлительно реагировать на обращение жителей во время прямой линии после ее окончания глава региона прокомментировал заявление владимира путина экономическая и социальные сферы геополитика и вопросы проведения специальной военной операции в правительстве рязанской области подчеркнули что президент нашей страны погружен абсолютно во все темы глава государства ответил на десятки вопросов многие из которых в том числе касаются и нашего региона по словам губернатора рязанской области павла молкова это планирует включить в работу уже в ближайшее время особенно важным аспектом о котором шла речь во время прямой линии глава региона назвал поддержку здравоохранения мы видим за последние годы уже идет существенное изменение сферы здравоохранения открывается фаб открывается новые крупные лечебные учреждения ведется ремонт и модернизация медицинских центров которые работали раньше буквально каждое звено каждое направление сейчас не остается без внимания поставляется новая машина скорой медицинской помощи новая техника оборудование самую тяжелую важно до оборудование которое используется в ежедневной работе десятками сотнями бригад врачей и результат подобной работы уже есть для сравнения ожидаемая продолжительной жизни в регионе с 2021 года выросла на пять пунктов и сейчас она порядка 73 лет особое внимание уделяют в регионе и мерам поддержки участников специальной военной операции по итогам пресс-конференции и прямой линии правительство рязанской области планирует разработать новый законопроект по дополнительным выплатам за ранение всем категориям добровольцев сейчас уже есть конкретное решение и предложение по поддержке участников специальной военной операции у нас в регионе в целом действует очень широкий комплекс мер и мы уже здесь во время проведения прямой линии пресс-конференции решили что распространим все те выплаты которые есть у нас в регионе в том числе и на участников частных военных компаний по словам павла молкова несмотря на проведение специальной военной операции экономические показатели рязанской области оптимистичны ожидаемые цифры по итогам года рост вpr примерно на 3 процента индекс промышленности на 7 процентов сфера пк полтора процента и регион в этом будет только прибавлять кристина бочкарева телекомпания город а вот вмешательство президента в работу регионального россельхознадзора не потребовалось в рязани выявили так называемую фантомную площадку по производству сыра и сливочного масла какое наказание за фальсификацию грозит пронырливым коммерсантам расскажем далее схема говорят сотрудники управления россельхознадзора не нова фантомная площадка история отработанная появляется где-нибудь становится точкой в производственном процессе а после может неожиданно исчезнуть объясним на недавнем примере в декабре 2023 года управлением россельхознадзора при проведении мониторинга федеральной государственной информационной системы меркурий установлен факт осуществления производства сыра и сливочного масла на фантомной площадке у сервис плюс в результате анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов установлено что о сервис плюс осуществила приемку сырого молока а далее путем проведения транзакции переработка производства выпустила в обращение молочную продукцию неизвестного происхождения под видом рязанского производителя само собой когда специалисты управления приехали на место никакого действующего производства там не было тем не менее через эту призрачную площадку прошло больше 8 тонн сыра и сливочного масла само собой площадку из реестра информационной системы цербер удалили записи уполномоченного лица тоже информация о выявленных нарушениях направлено в комиссию по незаконному обороту промышленной продукции в рязанской области а также правоохранительные органы с целью пресечения возможной противоправной деятельности в экономической и налоговой сфере такие площадки выявляют регулярно данные о них передаются в смежные ведомства чтобы те уже отследили кто такую площадку создал и какое производство якобы организовал поймать зачинщика за руку задача уже правоохранительных органов больше полутора тысяч льготников рязанской области бесплатно съездили на лечение по электронным билетам льготный проезд входит набор социальных услуг его предоставляют гражданам с инвалидностью ветеранам людям пострадавшим от воздействия радиации возможные маршруты следования и виды транспорта для поезда к месту лечения определяются в соответствии с законом региональное отделение социального фонда россии оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санатории или при направлении на лечение гражданам выдаются талоны которые нужно предоставить в кассе при оформлении билета билет можно заказать и онлайн в резании завершились специальные сборы снайперов центрального округа росгвардии учение провели в таких подразделениях как омон и собр чему научились бойцы расскажем далее здесь каждый этап каждый урок может стоить жизни не секрет что снайперы для врага одна из приоритетных целей потому и действовать им нужно мягко говоря аккуратно на протяжении двух недель сотрудники спецподразделений омон и собр проходили подготовку на объектах учебно-материальной базы управления росгвардии паризанской области за данное время они отработали очень большое количество выполненных упражнений стрельб согласно курса стрельб также отработали маскировку огневых позиций скрытое передвижение на местности и ориентирование на местности сотрудникам успешно прошедшим итоговое испытание будет присвоена квалификация снайпер стреляли не просто по удаленным целям мишени поставили максимально далеко от стрелка отрабатывали как днем так и ночью естественно с применением приборов ночного видения и тепловизоров задачи отрабатывали в условиях постоянно меняющейся обстановки стреляли и в помещениях и в лесу и в городском массиве большое внимание уделили работам снайперских парах наблюдению и корректировке целей тем сотрудникам которые успешно прошли итоговое испытание будет присвоена квалификация снайпер с 13 по 14 декабря прошел единый семинар для бухгалтеров и руководителей организованы по всей стране 1с в рязани традиционный семинар проходит при поддержке компании промавтоматика одной из ведущих фирм партнеров 1с в регионе среди спикеров не только специалисты компании но и представители налоговой службы социального фонда и банковской системы впервые с 2019 года семинар снова прошел в очном формате семинар давно зарекомендовал свою эффективность среди пользователей программных продуктов 1с спикеры ведущие специалисты компании промавтоматика которые делятся секретами и нюансами работы с продуктами 1с сегодня состоялось продолжение единого семинара 1с я сегодня выступаю в качестве докладчика на очень распространенную на мой взгляд тему это пиратство 1с как с этим бороться и в целом как избежать последствий штрафов и прочее достаточно очень интересная тема и я рада принять в таком событии участие и благодарю промавтоматику за эту возможность из приглашенных докладчиков представители налоговой службы социального фонда россии банковской сферы информирование налогоплательщиков по вопросам изменения налогового законодательства это одна из основных функций налоговых органов рязанской области и управление старается использовать все возможные площадки для того чтобы донести до налогоплательщиков какую-то информацию и вот на сегодня на семинаре мы постарались с коллегами рассказать о том какие инновации ожидают представители бизнеса в 2024 году ну и конечно в первую очередь привлечь их внимание к нашим информационным электронным ресурсам рекомендую пользоваться всеми возможными способами бесконтактного взаимодействия с налоговой службой вот такие встречи я считаю они очень важны потому что позволяют донести оперативно до юридических лиц до индивидуальных предпринимателей ту информацию которой необходимо в повседневной работе и в первую очередь то что связано сейчас у нас с работой в условиях единого налогового счета о том как эффективно применять продукты 1с как избежать негативных последствий собственных ошибок и о другом насущном на семинаре поделились специалисты компании промавтоматика на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3wгород62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго и и и и и и